Безпека на дороге. Акцию под такой назвой сегодня провели супрацовники Державной инспекции и МНС суместно с волонтерами Червоного Крыжа. На площади поустания водителям нагадывали про необходимость пройти техогляд и иметь в машине вогнетушитель, а также вучили оказывать первую допомогу потерпелему. Наши корреспонденты долучились до акции. За первые полгода в регионе зарегистрированы 29 выпадков сгорания автомобиля. Это на 30% больше, чем за аналогичный период минулого года. Владельники более чем 20 из пошкодженных машин не проходили техогляд. Мы это акции безопасности на дороге нагадать водителям, что рух на таким авто небеспечны. Хотелось бы напомнить водителям, что очень важно держать свое транспортное средство в технически справном состоянии и проходить государственный технический осмотр, так как в движении может пройти все, что угодно, транспортное средство может воспламениться. Из-за этого может произойти неисправность транспортного средства, даже транспортное происшествие с ранеными или погибшими людьми. Представники МНС расслумачили, как правильно користаться вогнетушителем. Нагадали и про мобильный додаток «Допомога-побач», про те, кем можно выкликать вертовальников або потелефоновать на заданный номер, например, урачу тиродным. Иметь огнетушитель под рукой очень важно, потому что тем самым вы можете минимизировать ущерб. Если это будет незначительное возгорание в салоне, нежели там под капотом, вы сможете притушить его, тем самым сохранить свой автомобиль. Не дать ему разгореться и за считанные секунды полностью его потерять. По статистике, каждый человек хотя бы раз в жизни сутыкается с ситуацией, в которой потребно оказать первую допомогу. Научить робить – это правильная задача волонтеров «Червоного крыжа». Пропрацовывались выпадки, когда потерпели, тратил притомность, отримал опеки и травмы в дорожно-транспортном здоровье. Необходимо знать уметь, если вдруг придет беда, чтобы уметь правильно среагировать и спасти, наверное, всю эту жизнь. Организаторы акции нагадывают – в выпадку сгорания авто требует включить аварийный сигнал, терминово покинуть салон и поведомить в службу вырятования. Когда не удается самостоянно справиться с сгоранием, отойти на отлеглость в 20-25 метров и ждать приезду вырятовальников. Вероника Гамзюкова, Ганна Коральчук, Игорь Марысченко. Телерадиокомпания «Гомель».